Итак, мы начинаем нашу пресс-конференцию. Слово главкому гостей Юрий Николаевич. Ваш комментарий. Вы видели футбол. Хороший футбол. Я могу только за свою команду говорить. Показали. Сегодня хороший футбол. Хороший контроль мяча. Хороший высокий прессинг. Не давали возможности сопернику принять решение, когда они принимали мяч. То есть заставляли, чтобы они играли через длинные вот эти передачи. А сами быстренько отбирали и дальше строили свои атаки. Не стали сбиваться на длинные передачи, а наоборот искали шанс через фланги. То, что изучили. Я смотрел первую игру. Первый тайм. Три защитника центральных играли. Так как и сегодня вышли. Три-пять-два. Или как хотите называть. Пять перебывателей. Не имеют важности. Поэтому изучили. Хотели вскрывать через фланги. Неплохо получалось. Единственное, реализация хромает. Я расстроила реализацию. А так, в принципе, мы победили. Слава Богу. Двигаемся дальше. Спасибо, Илья Николаевич. Коллеги, вопросы? А мы продолжаем. Александр, Ваш комментарий. Ну, скажу так. То есть хорошая команда. Знали, да, после поражения, которая ставит задачу выиграть чемпионат. Понимали, что будет очень трудно. На самом деле было трудно. Строили игру на быстрых контратах. Как знали, что они обычно вверху прессингуют. Поэтому тоже надеялись, что сыграем быстрый футбол. Именно быстрые контратаки. Ну, что-то где-то получалось, что-то где-то не получалось. То есть, то, что хотелось бы, конечно, не до конца получилось. По большому счету, да, соперник, наверное, заслуженно победил. Здесь разговора нет, поэтому поздравляю соперника с победой. А мы будем дальше двигаться и стараться работать, чтобы в следующих матчах брать очки. Спасибо. Коллеги, вопросы? Евгений. Скажите, пожалуйста, в заявке не было Саачича и Байдука. С чем это связывает? Травма либо после первого матча? Саачича травма, то есть старый рецидив. А у Байдука температура.